и друзья. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы с вами поговорим о том, как воспитывают детей в школе. Все мы знаем, что сейчас школа ориентируется на развитие личности, самое главное это ребенок, уникальная личность ребенка и так далее. Все постулируют эти ценности. Прекрасно. Но, как на практике можно воспитать ребенка? Ты приходишь в класс, 30 человек детей, ты не то что личности не видишь, перед тобой вот масса детей, которые просто давят на тебя. Если ты молодой учитель, ну вот я по себе знаю, то первая эмоция это страх, это стресс, а стресс даже если ты уже и не молодой учитель. Вот как можно развивать личность? Об этом наша сегодняшняя передача. Знаешь, Лиз, слово школа меня немножко пугает. И пугает даже не потому, что когда-то я работал в школе три года, в общем-то, стоял у доски и пытался рассказать о чем-то, о литературе, о русской литературе, современным тинейджерам, современным подросткам, но и потому, что сам когда-то 11 лет отучился в школе. С чем ассоциируется у меня школа? Приходит учительница и говорит, здравствуйте, дети. Сегодня мы будем изучать творчество великого русского писателя, ну, допустим, Николая Алексеевича Некрасова. Николай Алексеевич Некрасов родился, даются даты жизни. Затем говорится об основных темах его творчества, каких-то художественных особенностях и заканчивается выводом, что он боролся за народное счастье и ненавидел угнетателей, ненавидел дворян, ненавидел помещиков. На следующий урок эта же учительница будет требовать со своих учеников слово в слово то, что она говорила перед этим. И не дай бог кто-нибудь из ее учеников, школьников скажет, а вот я вижу, ну, другие особенности творчества Некрасова. Мне запомнилась любовная лирика Некрасова, его стихи, посвященные любимой женщине, и вообще я не воспринимаю его как борца за народное счастье. В журнале сразу же появятся двойки за неправильный ответ. С чем это связано? Это связано с традиционной знаниевой парадигмой, которая характерна для современного школьного образования. Что такое знаниевая парадигма? Есть определенный эталон, есть определенный круг знаний, который я, как учитель, должен забить в голову своих учеников. И не дай бог, не дай бог, какой-то материал останется вне его головки. Да, в этом случае знания будут неполны, будут плохие оценки, и я считаю, что моя задача в данном случае не выполнена. Но мы с тобой изучали педагогику, и у нас в голове сидит такая триада. Знания, умения и навыки. То есть я не только должен дать человеку определенные знания, кто такой Некрасов, когда он жил и о чем писал, но и сформировать у него умение анализировать текст, думать над текстом, сформировать у него навыки литературного литературоведческого анализа. Как это сделать? Да, гораздо проще дать ему под диктовку несколько фраз, заставить его законспектировать статью, дать определенный набор знаний, потом спросить этот материал, чем заставить его мыслить, заставить его размышлять над текстом. Но сегодня все чаще и чаще в прессе, на конференциях, посвященных педагогическим проблемам, говорится о том, что нужно формировать компетенции. В сознании учащихся мы должны, вернее, выпустить компетентного человека. Я обратился к словарю Википедии и попытался узнать, как можно сформулировать, как можно определить понятие компетенции. Итак, позвольте, я процитирую. Компетенция – это личная способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач. Совокупность компетенций, наличие знания и опыта, необходимых для эффективной деятельности, в заданной предметной области называют компетентностью. Но компетентность – слово все-таки часто встречается, и мы часто его слышим, а вот компетенции как-то нет. Так вот, все чаще педагоги, учителя говорят о том, что современная школа должна отказаться от знания и парадитма, должна перейти именно на формирование личности учащихся, на формирование компетентной личности. Ну, мне ближе литература, литературоведение, да, то есть я так вижу свою задачу в этом плане – заставить ученика думать, заставить его размышлять, заставить его самостоятельно анализировать, научить его, вернее, слово «заставить» не очень хорошее, самостоятельно анализировать текст. И пусть он сам мне скажет, о чем пишет Некрасов, чему посвящен роман Достоевского «Преступление и наказание», почему Чехов поднимал те или иные проблемы в своем творчестве. Но другой вопрос – возможно ли это сейчас в нынешних условиях? И может ли современная школа, достаточно ли у нее потенциал формировать вот компетенции и отказаться от известной всем нам и отчасти набившей оскомину знаний и вы парадигмы? Вань, а почему же не может? Вот когда все, очень многие люди начинают говорить, какое наше время плохое, я думаю, нет, это не так, у нас прекрасное время. Почему не может? Конечно же, школа может отказаться от знаний и вы парадигмы. И более того, во множестве школ уже практикуется абсолютно иной, новый подход, то, что ты, ну и многие педагоги называют компетентностный подход в обучении, он уже практикуется в школах. Но приобретает он очень интересные формы. Вот у меня сестра младшая, она сейчас в седьмом классе, ходит в школу, ну, я не буду называть номер школы по понятным соображениям, она приходит каждый вечер и рассказывает мне, вот мы с Михой поедем там, а Миха заходил сегодня к нам на урок, думаю, кто такой Миха, что вот каждый день я о нем слышу. Потом оказывается, Миха – это директор школы. Я так, Маша, да как же ты к директору на «ты»? Да как же ты к директору? А у нас так принято, мы учителей на «ты» называем. Вот что такое новая современная школа. Что дает такой подход? Ну, по своей сестре я увидела, действительно, человек раскрепощается. Из, в общем-то, довольно домашнего человека она превратилась в такую очень экстравертную, очень открытую девочку, девушку. То есть вот такой подход, когда ты с человеком, который намного выше тебя, можешь спокойно на «ты» как равный беседовать, он очень возвышает ученика. И, с одной стороны, для традиционного восприятия, ну, даже для моего восприятия это первый раз очень резало слух. И я где-то думаю, что за понебратство такое к директору на «ты». Ваня, а с другой-то стороны, результаты есть? Человек чувствует себя личностью, личностью полноценной? Вот такие небольшие зарисовки, ну, скорее, психологического плана. Если говорить о том, какие знания, да, не о процессе воспитания, а о процессе обучения, то сейчас используют такой термин, как «культура-центрическая школа». Я его, когда услышала, я долго для себя пыталась осмыслить, а что значит «культура» вот именно в данном контексте. Я понимала, что культура – это не начитанность. Я понимала, что культура – это не знание, да. Но до конца я очень долго не могла этого осмыслить. Мне помог один случай жизни. У меня есть две подруги, и вот одна девушка, скажем так, культурная, да, сейчас я поясню, что я хочу сказать, другая не очень. Я извиняюсь за такое грубое разделение. У обеих девушек происходят проблемы в личной жизни, и вот одна рыдает, плачет и не может их никак преодолеть, абсолютно замкнута в своей ситуации. Другая девушка, вот, ну, просто все на моих глазах происходило, она берет, открывает, читает стихотворение Лермонтова, и вот день, другой, третий, она читает, читает, и она начинает преодолевать эту ситуацию, свою личную тяжелую кризисную ситуацию, за счет чужого голоса. Голоса из XIX века, голоса далекого. Он вдруг сквозь века становится для нее лично значимым. И вот тогда, мне кажется, я нашла для себя, я не знаю, согласишься ты или нет, но довольно верное определение, что культура в таком восприятии, да, это способность другого человека к диалогу. Это способность услышать чужой голос и принять его для себя как лично значимый, ценностный. Вот у Рильки есть такая строчка, и дерево себя перерастало. Вот процесс освоения культуры девушкой, молодым человеком, школьником, тинейджером, кем угодно, это вот процесс перерастания себя с помощью эстетических, этических эмоций, с помощью текста книги, с помощью песни, живописи, ну и так далее. Вот что такое культура в школе и культура человека. Ты знаешь, Лиз, вот этот второй пример, который ты привела, он вызывает у меня радостное чувство. Действительно чувствуешь, как человек, ориентированный на культуру, становится вдруг ориентированным на личность собеседника. И это действительно возвышает. Первый пример вызывает у меня негативные эмоции, такое тягостное чувство. Я просто поставил себя на место учителя или ученика этой супермодной продвинутой школы, и мне стало как-то не по себе. Мне кажется, мы тогда сделаем личность человека, как-то повысим статус человека, повысим его самооценку. Никогда будем спускаться на какой-то уровень приблотненного там дворового Михи, да, а когда наоборот. Это будет у нас не Ванька, не Петька, не Машка, да, а Маша. И может быть, стоит даже в восьмом классе или в девятом обратиться к ней на вы. Я знаю примеры, когда к старшеклассникам обращались по имени-отчеству. И хотя, ну, мне кажется, что учитель может иногда обратиться и на «ты» даже, и может быть, это в какой-то степени сближает, но это хороший, это положительный пример. В любом случае, личностно ориентированное обучение ставит личность во главу угла. Если знание его парадигма говорит «ты, сегодняшний, мне не интересен, мне интересно, что с тобой будет после того, как ты пройдешь мой курс. Вот какой будет твоя личность после того, как я вложу в нее те знания, которые я хотел вложить». Вот это типичный подход преподавателя, работающего в старой традиционной системе. Преподаватель новой формации, преподаватель, задача которого научить, вернее, даже не научить, а сформировать, помочь, сформировать навыки и умения учащихся, будет говорить по-другому. Он скажет «ты интересен мне сейчас, и мне интересно знать твое мнение». Вот возьми текст, прочитай этот текст и подумай, да, поразмышляй над ним, попытайся ответить на вопрос, что на твой взгляд, я подчеркиваю, на твой взгляд переживал, да, о чем думал автор, когда писал это стихотворение. Что чувствовал художник, когда рисовал эту картину, и какой, может быть, первообраз картины или первообраз стихотворения возник в его сознании. Пусть мое мнение и твое мнение не совпадают, да. Может быть, в процессе обучения, в процессе вот задавания наводящих вопросов мы достигнем какого-нибудь соглашения, мы сблизим наши позиции, но не бойся высказать свою точку зрения сейчас. Дай материал, над которым мы вдвоем можем поразмышлять. Ну, далеко ходить не надо. Вот сегодня у меня был случай, я вел семинар по поэме Лермонтовым цири. Сначала я решил пойти в традиционном русле, я дал список вопросов студентов, дал список литературы, сказал этот вопрос готовьте по этой книге, этот вопрос по этой книге. В 9.30 начинается первая пара, я прихожу, студенты у меня спят. Ни на один вопрос они ответить не могут. Ну, что можно сделать? Можно, конечно, поставить всем минусы, неуды, да, незачеты и разойтись по домам. Я не хочу себя хвалить в данном случае, но вот созрела такая идея. Я говорю, текст у всех есть? У всех есть. Так, выпишите цитаты, цитаты, раскрывающие образ главного героя цири. Составьте цитатный план образа. Даю 10 минут, ставлю проблемную задачу. А в основе обучения компетенциям лежит постановка проблемных задач. Постановка вот этих вот заданий, которые будут раз от раза усложняться. Я говорю, поставьте вот эту задачу. Создайте образ, цитатный план образа, и затем сделайте самостоятельный вывод. Каков же Мцири, да, как изобразил его художник? С помощью каких художественных средств? И ты знаешь, Лис, через 10 минут они сразили меня своими блестящими ответами. И я понял. Это получилось так случайно, что я одновременно готовился к передаче и проводил семинар. Но как совпали эти две подготовки? Как совпала вот эта вот работа? И я действительно, можно сказать, на собственном опыте убедился, что всё-таки личность надо ставить во главу угла. Вот, ну, твои наблюдения, наверное, также вот подтвердят мои слова. Ну, естественно, конечно, личность во главу угла и личность, в общем-то, ребёнка даже важнее тех знаний, вообще важнее тех знаний, которые мы ему даём. Вань, а вот как, на твой взгляд, ну, проблемный метод, безусловно, помогает развивать, но он больше развивает логическое мышление и стимулирует самостоятельность, самостоятельный поиск информации, ну, самостоятельность человека. И вот ты всё время делал упор именно на то, чтобы развивать самостоятельность. Да, конечно, это очень важно. И мне кажется, то, что творчество, которое может практиковаться не только на уроках изо, МХК и пения, на которое никто обычно не ходит, творчество очень помогает ребёнку и реализовать себя, и не только реализовать, но и развивать. Вот у психологов есть такое понятие, как зона ближайшего развития. Вот творчество, оно как раз помогает вот так вот скакнуть в эту зону ближайшего развития. Потому что вот приходит ребёнок, подросток, у него, слава Богу, масса энергии внутри. И вот дальше этой энергии она будет искать выхода. И далеко не всегда, мне кажется, она уложится в цитатный план. Но если ему не интересно, Мцири, вот понимаешь, вот что ты с этим сделаешь, если ему не интересно. Хотя многим действительно это очень хороший тип задания, это помогает. Вот творчество, это по сути дела оформление твоей энергии. Эстетическое оформление энергии. Такое оформление, какое выбирает сам ребёнок. Поэтому оно стимулирует самостоятельность, активность, безусловно. Наш гость в прошлой передаче, Владимир Иванович Анушкин, заметил одну очень интересную вещь. То, что наше поколение с тобой, Вань, страдает тем, что нету воли, некого волевого намерения. Вот как раз, чтобы довести некое творческое предприятие, да, будь то написание песни, или рисование, или сочинение стихов, до конца, вот как раз надо иметь вот этот акт воли. У меня такой интересный пример созрел к твоим словам, прости, если немножко перебиваю. Прошли сказку, да, жанр сказки. Возникает задание, ребята, а напишите свою сказку. И, может быть, кому-то трудно было теоретически воспринимать все аспекты этого жанра, все художное своеобразие. Но когда ты начинаешь сам писать сказку, имея представление о каноне жанровом, но вкладываешь в этот канон свое близкое тебе содержание, то ты и теории усваиваешь, и знания усваиваешь, и формируешь навыки анализа, навыки разбора, навыки интерпретации материала. И, наверное, получаешь удовольствие от процесса обучения. Конечно, это очень хороший пример тому, как творчество, оно и знаниям заодно помогает. А вот довольно сложный вопрос мне задал один ученик 11 класса. Он меня спросил следующее. Если я плохо пишу, то неужели имеет смысл все равно писать? Я не знала, как ответить. Потом я поняла, что да, имеет смысл, потому что важнее все же личность. И вот сегодня мы отошли от нашего традиционного построения передачи, когда мы приглашали гостя в студию. Я подготовила один видеосюжет о том, как реализуют такой творческий подход не в обычной школе, а в православной гимназии, которая находится в стенах монастыря. Вот у многих есть представление о том, что монастырь, он ограничивает свободу человека. О том, как наоборот, как монастырь будет развивать личность и стимулировать творчество, как раз наш видеосюжет и беседа с главным воспитателем Игорем Николаевичем Куниным. Преподавание вашей варницкой гимназии, ведь это же очень необычное место, это и монастырь, и в то же время место, где обучаются дети. Естественно, это приносит какую-то специфику. Вот какую? Специфика она уже заключается в том, что гимназии существуют при монастыре. Здесь, с одной стороны, некое закрытое такое учебное заведение, вот, с другой стороны, ребята, вольно или невольно оказываются в круге жизни монастырской братья, это вкладывает вот такой определенный опечаток на жизнь и деятельность вот нашей гимназии. То есть, ребята у нас участвуют и в госслужебном круге, несут определенные послушания, то есть, принимают активное участие в жизни монастыря. Вот, и здесь что нужно еще сказать, что само вот со стороны, когда люди смотрят, и всегда многих пугает вот эта закрытость учебного заведения. многие говорят, что вот они у вас оторваны от жизни, вот как они потом закончат гимназию, если они не будут священниками, выйдут в жизнь, как они смогут ли адаптироваться в этой жизни. Вот, то опыт нашей гимназии показывает, что таких проблем у ребят не возникает. То есть, монастырский дух, он не сковывает их свободу, потому что есть традиционное представление, что во многом такая жизнь может ограничить свободу человека, а тем более это плохо для ребенка. Такой ситуации не происходит? Да, такой ситуации не происходит, потому что вот понятие свободы для ребят, оно здесь по-новому раскрывается. То есть, в свете православия, в свете Христа, и ребята скорее наоборот здесь обретают свободу. И чтобы, в чем она заключается, свобода, в том, что не только дети за два года укрепляются вот в понимании добра и зла, но и в том, что мы им помогаем выбирать добро и противопоставлять что-то в своей жизни злу. А сама атмосфера вот этой свободы, она наоборот развивает творческий начало у ребят. А нам остается только помогать, развивать и направлять, чтобы не получалось вот такой ситуацией, что с одной стороны мы можем видеть вне монастыря и в обычной жизни верующих людей, подростков, что с одной стороны они ходят в храм, ходят на службу, и это их время какое-то тогда, когда они так или иначе в этом живут. Но как только они оказываются вне храма, вне воскресной школы, их досуг его трудно назвать христианским. То есть они начинают жить другой жизнью, и в них эти две реальности никак не соприкасаются. Вот здесь у нас сама обстановка помогает соприкоснуться с этим двум реальностям, и с другой стороны вот это творческое начало, которое здесь мы развиваем, позволяет что делать? Самое главное, что досуг вне Бога у наших ребят не происходит. И этому способствуют те огромные усилия наших воспитателей, усилия нашего духовника гимназии, в том числе братья, которые также с ребятами очень активно общаются. И в результате мы добились такого, что большая часть времени все-таки у ребят отдается и как их учебное время, и досуг у них нет вот этого разрыва. То есть вот эта ценность такая, вот это я думаю достигается благодаря не вопреки, а благодаря монастырской атмосфере, которая здесь есть. и благодаря усилиям наших воспитателей, которые очень много делают для того, чтобы это творческое начало в русле православия развивать дети. А вот я как раз хотела спросить творческое начало, чем именно занимаются здесь школьники, гимназисты, и вот вообще что такое для них творчество, что оно означает для человека, который только еще в процессе формирования. Ну вот мы с ними всегда говорим, начинаем когда любое занятие, у нас же каждый предмет, каждый педагог, он его все-таки старается давать в свете православной все-таки традиции, раз у нас православная гимназия, и первый вопрос, на который ребята отвечают, что главное в образовании, и потихонечку приходит понимание того, что цель образования является воссоздание образа Божьего в человеке. А образ Божий и Господь прекрасно знает, что мы созданы по образу и подобию Творца. Поэтому вот это творческое начало, оно у нас есть изначально. и творчество это как со-творчество творцу. Вот этим как-то мы и занимаемся на разных... Как это делается? Ну, помимо учебного процесса, у ребят огромное количество кружков. Вот, и каждый может найти в этих кружках себе занятие по душе. Ну, какие кружки иконописи, потом литература ивеческий кружок есть. В рамках гимназии действуют, киноклуб. Вот, ребята у нас не отстают от жизни, они участвуют и знают как бы в обсуждениях участвуют и знают все новинки фильмов. Ну, разумеется, хороших фильмов, которые выходят сейчас. То есть, они как бы могут поговорить со свершенниками своими, о новинках кинематографа. Более того, мы как-то подводим их к тому, что верующий человек, он всегда на любом материале сможет поговорить о Боге. В том числе на, например, вот фильм «Матрица», который, казалось бы, для многих считается, что там может быть христианского. Вот, ребята, у нас даже писали доклады, мы выезжали в электростарь, где у нас мальчишки просили нас помочь в работе с молодежью, там мальчишки делали удивительные диспуты по этому фильму и так далее и тому подобное. Таких кружков очень много у нас. А литература весь этот кружок мы, с одной стороны, пытаемся обсуждать, вот как сегодня у нас был пример разговор художественного произведения, а с другой стороны ребята сами пишут, стихи пишут, истории пишут, рассказы пишут. А потом это как-то коллективно обсуждается? Да, потом это коллективно обсуждается, более того, некоторые произведения вот в том году у нас были положены на музыку и их вот можно, когда вы приезжаете, некоторые из них можно слушать, слышать, вспомнить. Есть у вас какие-то формы вне классной работы, беседы, концерты, постановки? Ну, основной такой, скажем, вне классной работы, вот у нас периодически он возникает, иногда затухает, потом вот в этом году с новой силой возникает вот театральный такой кружок, но он для как бы внутреннего употребления кружок, не в плане закрытости, а в плане там на нем ребята ставят какие-то сцены, сами пишут, сами пишут маленькие пьески из жизни гимназической или притчи. Вот пример таких вот притч, это в том году у нас был выпускной, и вот ребята поставили, ну, весь выпускной был доставлен как некая большая притча о дружбе, о любви и о взаимоотношениях вот за эти два года. Вот такие есть. Потом вот у нас есть группа музыкальная, которая называется «Солна», что вы сегодня слышали. Ребятам мы там как бы помогаем им, ну, по крайней мере, морально их поддерживаем, чтобы они писали тексты сами и уже исполняли то, что такие музыки уже молодежь слушает. Это, опять же, вот когда мы выезжаем, то, ребята, но мы не можем пока не имеем музыкальных инструментов хороших, имеется в виду электро, и поэтому используем акустические детали. Вот когда мы выезжаем, то молодежь, вот, в Москве мы выступали, в электростаре мы выступали, что молодые люди, которые вне храма, вне вера, они с удовольствием слушают, и всегда у нас рождаются очень интересные дискуссии на эту тему. Вот, еще какие-то общие собрания. Каждый день у них проходят евангельские чтения, евангельские группы, и очень часто я еще провожу общие евангельские чтения, вот, где мы так ставим так называемые острые углы, то есть те вопросы, которые наиболее актуальны для современной молодежи. Например, отношения девушки и парня, тем более это актуально для нашего закрытого учебного заведения. Что такое любовь, что такое добро, вот, и еще там более острые такие вопросы, мы это все выносим на обсуждение и пытаемся их рассматривать. То есть есть у нас дискуссионный клуб, где ребята учатся вести дискуссию, в том числе и о вере. целый ряд занятий проходило в том, что мы пытались научиться другим людям рассказывать о своей мире. Очень важно не избегать вот этих острых углов, да, как вы сказали, а наоборот, честно, вот посмотреть, да, действительно есть такая проблема, вот вынести ее в свет и обсудить, потому что как раз, когда люди стараются обойти эти острые углы, это получается какое-то лицемерие, халерство и в результате неспособность выстроить диалог с другими людьми. Да, совершенно верно. Здесь касается не только диалога с другими людьми, но и такой еще момент, что есть у ребят какие-то проблемы, они обязательно у каждого существуют, тем более в их возрасте, что если не проговаривать эту проблему, как-то не помочь решить самому, допустим, молодому человеку, или подойти к ней с точки зрения, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо, мы просто делаем, что она становится его внутренней проблемой еще больше, он замыкается, от этого ничего не меняется, и в конце концов, видя вот такой напор со стороны взрослых, он говорит, ну ладно, и делает так, как мы хотели бы его, каким бы мы хотели видеть, но отнюдь это не становится своего внутреннего убеждения, вот здесь как-то мы стараемся с ребятами на таких очень искренних встречах достичь самого главного, что иногда вот мы взрослые, идя по жизни, забываем, становимся нечуткими, а здесь вот, и начинаем воспринимать мир через систему запретов, вот наша педагогика очень часто бывает, напоминает солдатскую мужскую, то есть мы часто их вот научим, построим их стройными колоннами, рядами, заставим его ходить там на богослужение, исполнять те или иные обряды, и он у нас станет верующим человеком, то есть здесь мне всегда на память приходит замечательная мысль одного немецкого педагога, я его знаю, к сожалению, за год фамилии, он говорил, что педагог настоящий, он же садовник, но садовник, главная задача которого они их взращивают, а как плоды взращиваются, они же не взращиваются по одной такой инструкции, это надо полить, прополоть и так далее, и вы соберете урожай, а ничего подобного, этот год такой, солнце столько, следующий год солнце меньше, то есть садовник должен учитывать все нюансы, настоящий педагог, воспитатель он тоже должен не действовать по схеме, очень модное сейчас слово система воспитания, то есть ее, мне кажется, не может быть, потому что важен личностный подход, по какой-то системе, схеме действовать нельзя, это всегда больше на интуиции, что нужно от нас, чтобы мы детей не строили, не загоняли в какие-то рамки, а просто иногда были с ними рядом, могли бы их выслушать, если уж не помочь, то по крайней мере переживать то, что с ним происходит, тогда они нам начинают верить, откликаются, то есть такая полифония, не монофония, то есть когда я звучу над ними, не заставляю их делать или выстраиваю их по образу и подобию своему, нет, а именно многоголусие, в этом многоголусии мы понимаем, что на нас великая ответственность, мы выступаем воспитателям в роли как бы сотворца, но при этом должны брать на себя ответственность, не судить, не рядить, а быть с ними рядом, хотя бы в трудные минуты, вот, цель вот таких встреч, наших бесед, ну и опыт показывает, что все-таки у нас нарчишки большей части все же нам доверяют и никак мы не помогаем их, в том числе когда очень сложные какие-то вопросы, мы всегда ребятам говорим, что у нас замечательный духовник, отец Георгий, к которому мы можем всегда подойти и тоже и кстати он всегда с нами откликается на такие проблемы, то есть по-другому быть не может, что взрослые должны быть все вместе, когда ребенок мы можем помочь в этих трудных ситуациях. Спасибо вам большое. Мы просмотрели данный фрагмент интервью, Игорь Николаевич затронул сразу очень много вопросов, философских вопросов, о том, что такое свобода, ну, это уже каждый зритель сам для себя будет определять, что такое для него свобода и как помочь своим детям или братьям и сестрам вот так или самому себе развить свои внутренние способности. Ну, а теперь еще один небольшой фрагмент записи с концерта старшеклассников как раз этой Вагнитской гимназии. Игорь Николаевич Игорь Николаевич Последний Осень Ни срочки Ни снов Последний Хереский Осы Доль и Свет Прощальным Костром Догорает Игорь Николаевич Игорь Николаевич Ни срочание Рискали Игорь Николаевич Игорь Николаевич О том, Последнюю Осень Мы знали Последнюю Осень Последнюю Последнюю Осень Последнюю Субтитры подогнал «Симон» 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 До свидания, друзья Субтитры подогнал «Симон»